Здравствуйте! Сегодня на портале Экзегет мы продолжим разговор о исторических книгах, конкретно начнем с первой книги царств. Эта книга начинается рассказом о рождении еще одного избранника Божия, как и все книги исторически повествуют о деяниях конкретных людей, которыми ведом народ Божий по божественному промыслу. Сегодня это история пророка Самуила. Подобно Исааку, Самсону, Иоанну Крестителю, Самуил рождается у женщины, которая долго была неплодной. Это Анна, жена некого Елканы. Избранничество ребенка этого подчеркивается тем, что Анна была любимой женой Елканы, в отличие от другой, многочадной Финнаны. Ну и, как в этом случае следовало бы ожидать, многочадная Финнана всячески притесняла Анну, побуждая ее к ропоту и такому постоянному огорчению за то, что заключил Господь чрево Анны. Интересно, как есть такая тут первая же страница, трогательная сцена в книге «Царство», когда Елкана видит огорчение и подавленность Анны, она не ест, сидя рядом с ним за трапезой. Он говорит ей, что ты плачешь и почему не ешь? Отчего скромет сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И в самом деле, ну что ей плакать? Она любимая жена. Стоит ли мучиться своей бездетностью? Ведь она любима. Не лучше я для тебя десяти сыновей, говорит он ей. Как помните в книге Руфь, этот ребенок, которым родила Руфь, которого ласкала на своих руках Нуэминь, был для нее лучшей семьи сыновей, этот внученок. Так и тут. Казалось бы, ну что он может быть лучше? Но Анна, она избрана Богом, чтобы ее сын совершил некую миссию. Она не знает этого так и впрямую, однако Господь знает. И не напрасно именно ее, женщину смиренную, богобоясненную и чистую сердцем, избирает матерь Юсамуила. И так она скорбит и идет в храм. При священнике, тогда священником был Ильей, она стоит и про себя произносит скорбную молитву и плачет. Ильей, видя, что какая-то женщина стоит и что-то бормочет, думает, что эта женщина пьяна, что-то какое-то странное бормочет. Ведь если бы она молилась, она вслух что-то говорила. И говорит ей, пози, вытрясь весь от вина твоего, и тогда придешь в храм. Анна ему отвечает, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом, и не считай рабы твоей негодной женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Ильей и сказал, иди с миром, и Бог Израилев пошлет тебе сына, исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Но вскоре после этого Анна зачала и родила того, кому дала имя Самуил. Имя Самуил означает «услышанный Богом». И вот рождается пророк, которому предназначено укреплять народ вере и верность к Богу, в то время, когда обязанные служить Богу ревностно сыновья этого священника Ильи, Офни и Финеэс, были нечестивы. О них сказано, что они брали подарки и все-таки были свои корыстны. Так вот, Анна обещала Господу, что если родится у нее дитя, то она посвятит мужского пола, то она приведет его в храм и посвятит Богу. И так они и сделали с Алканой. К тому времени, когда она отлучила мальчика от Грузии, ночью, это было где-то там в трехлетнем возрасте, они привели ребенка в храм и оставили там на попечение Ильи. Потом у Анны еще родились сыновья и дочери. К Самуилу же она навещала в храме, принося ему одежду. Он там вырастал, и Дух Божий его так воспитывал, что это был очень чуткий к Богу отрок. А Анна, когда стала матерью, произнесла такое торжественное, такую мессианскую песню, такое воспевание Богу. Она говорила, «Возрадовалось сердце мое, Господи, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих». Так говорят пророки обычно. «Ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего. Господь будет сулить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». В ней говорится в этой песне, такой мессианской песне Анны, о надежде бедных. Это Анафим, вот нищие мои, бедные, как именует их Господь. Об этом мы у пророка Сафония читаем. «В защите, Господа, все смиренные земли». Вот Бог смиренным дает благодать. «Блаженны нищие духом, ибо их ведь царство небесное». Это всего одна интуиция. В этой мессианской песне Анны мы слышим как бы и те слова, которыми восблагодарила, восславила Бога и Богородица Мария. Параобраз песни Богородицы, песни Анны, матери Самуила. Итак, отрок Самуил служил Господу в храме и в некий момент, когда это был уже довольно подросший отрок, он слышит голос Божий. Он спал при Ковчеге, или неподалеку. Явление Господа Самуилу описывается в первой книге «Царство» так. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господь было редко в те дни, видения были нечасто. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и святильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где Ковчег Божий, возвал Господь к Самуилу. Самуил, Самуил! И отвечал он, вот я. И побежал к Илию и сказал, вот я, ты звал меня. Одним словом, Самуил вначале подумал, что это Илий его зовет. Он говорит, нет, ложись, это не я тебя не звал. И снова позвал Господь Самуила. Так что, наконец, стало ясно Илию, что это голос Божий Самуилу. Пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори, Господи, и послышит раб твой. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того звонит в обоих ушах. В тот день я исполнил над Илием все то, что я говорил о доме Его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом Его навеки за ту вину, что он знал, как страны его нечестуют и не обуздывал их. Итак, первое, что узнает Илий через Самуила, что будет наказано его семейство, то есть его сыновья, за то, что они нечестиво служили Богу. То есть, вернее, не служили, а наоборот, совершали нечестие. Итак, Самуил, как Моисей, как когда-то Авраам, не просто окликнут, а призван Богом для служения. Это подчеркивается этим повторением дважды ими, как когда-то Авраам, Авраам, Моисей, Моисей. И тут Самуил, Самуил. И он становится пророком Божьим. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей, как сказано в 7 главе Первой книги Царства. Главной заботой пророка было побуждать народ к верности истинному Богу, уже которое поколение народ живёт после Моисея, после Иисуса Новина и постоянно впадает в идолопоклонство. Так случилось, например, в битве при Афеке с Фелиссимлянами, самыми опасными тогда западными соседями Израиля. Говорится так. «Пришёл народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед фелиссимлянами? Возьмём себе из селом Копчег Завета Господня, и он пойдёт среди нас и спасёт нас от руки врагов наших. И послал народ в селом, и принесли туда Копчег Завета Господа Саваофа, сиящего на херубимых. И при Копчеге Завета были и два сына, Ильевы, Офни и Финес». Итак, народ, конечно, прав, что рассчитывает на помощь Бога, сопровождающего свой народ, присутствующего среди народа, вот о чём, что является, так сказать, чем является знаком местной, так сказать, встречи людей с Богом, Копчег, пространство над Копчегом. И это сопровождение Бога, народа своего, должно было бы принести народу победу. Но Офни и Финес, которые служили при Копчеге, были нечестивы, они нарушали Совет Божий, и Бог не сопровождал народ свой при таком нечестии этих Офни и Финеса. Вот когда можно вспомнить слова из книги Левит. «Освящайтесь и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Будьте святы, ибо я свят. Освящайтесь, не касайтесь ничего нечистого, не будьте сами нечестивы, соблюдайте до тонкости завет мой, и будете, и я вас не покину. Освящайтесь, ибо я свят. Так вот, это определение непреложное Бога, оно непреложное во все времена, и в присутствии рядом с Копчегом нечестивых Офни и Финеса должно было принести Израилю не победу, а поражение, что и случилось. Покинутый Богом, один на один с врагом, сильнейшим себя, Израиль не выстоял, и в данном случае не выстоял. Но важно и то, что когда в этой битве случилось самое страшное, Копчег Завета был взят в плен, филистинлянами. Узнавший об этом, Ильей умер, погибли и сыновья его. Но Копчег Завета не может находиться среди чужого народа. Он осеняет своим присутствием, Господь осеняет своим присутствием, только свой народ, избранный народ. Как бы не наказывался народ, его наказывает Бог, который любит свой народ, и не покинет его, а с другим народом не будет. Поэтому бедствия постигали тех, у кого оказался Копчег Завета. Так на жителей Гефа пало бедствие за овладение Копчегом. Страшные наросты поразили жителей этого города. И они испытали смертельный ужас во всем городе он вдруг случился. Весьма отягосяла рука Божья на них, когда пришел туда Копчег Завета Бога Израилева. Так сказано в Первой книге царства. Идрослужители были поражены в этом городе. Потому что победа над идолами, победа над идолослужителями, победа над язычниками упорными означает победу Бога над сатаной. Вот в этой книге начинается служение Самуила с удостоверения именно этой истины. Возвращаемся к тому, что сказано было еще через Моисея. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Не последуйте иным богам, богам всех народов, которые будут вокруг вас. Этот совет звучит во всех поколениях Израиля. Слушай, Израиль. И всегда Господь посылает своих пророков, чтобы напоминать об этом и утверждать народ в этом. Вот один из таких пророков – Самуил. «И сказал Самуил всему дому Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иных и астарт, и расположите сердце ваше Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от других или стимлин». А ведь действительно, израильтяне не могли не соблазниться и устанавливали у себя астарт, вот этих вот богинь и каких-то идолов. Ну, потому что он помогает они чужим народам. Ну, как тут не попробовать и для себя испытать благосклонность каких-то демонов. И вот когда Самуил принёс вертву Богу истинному и молился о Израиле, то услышал Господь его молитвы. Филистимы, которые пришли воевать с Израилем, вдруг испытали страшный ужас, и они были поражены перед Израилем, так говорится в 7 главе. «И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Когда же остался Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем имя старшему Иоиль, имя второму сыну Авиа. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и зудили превратно». Ну, как это было и с сыновьями Ильи. И вот тогда, в связи с тем, что не складывается, так сказать, благополучная жизнь, и, соответственно, Господь не благоволит народу, а народ сам по себе слаб, его, так сказать, заступники или представители его перед Богом, священнослужители, оказались свои корыстны. народ, вместо того, чтобы перед Богом покаяться и как бы укрепить свою преданность и избегать всякого нечестия, не хочет нести ответственности. И приходит к Самуилу, и вот что говорит народ. «Вот ты составился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово себе Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуилу Господу, и сказал Господь, послушай голоса народа во всём, во всём, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя. И вот это важно. В предыдущих, в предыдущей книге, в книге Сути, мы читали, что вот в те дни не было царя над Израилем, и каждый жил так, как ему заблагорассудится. Не было царя, который управлял бы как человек, не было кому порабощать, заставлять народ, но истинный этот царь был, истинный царь народу, Бог, народ призван помнить это, всегда знать это, не помнит и не знает. И вот, наконец, конкретно просит себе царя, как у прочих народов. Но ведь Израиль не как прочие народы. Это очень важно. Израиль не так, как прочие народы. Он совсем не так, как прочие. Об этом говорится еще в книге чисел, прежде, задолго, до описываемых сейчас событий в книге царств. Помните, как в книге чисел царь Муабетянский, Валак, посылает Валаама, проклять народ израильский. Но Валаам вдруг останавливается, на него сошел Дух Божий. Тут он уже не просто пророк, так сказать, царский, как бы в услужении царя, а на него сходит Дух Божий. И Валаам говорит, как я прокляну, Бог не проклинает его, этот народ, то есть, как изреку зло, Господь не изрекает на него зла, с ворушин и скал, вижу я его, из холмов смотрю на него, вот народ живет отдельно и между народами не числится. Вот какие важные слова есть в книге чисел. Народ живет отдельно и между народами не числится. Не надо описывая историю разных народов, будь то ассирийцы, прежде них шумеры, на запад от них египтяне, где мы далеко-далеко на восток, им еще неведомые китайцы или любые индейские народы тоже тогда никому неведомые Америки. Это народы, которые подчинили себя идолам, то есть, конкретно говоря, демонам, падшим духом. Народ, который избрал себе Бог, не из их числа, он другой народ. И, соответственно, правила этих других народов не должны были бы сковать волю и свободу народа, о котором сказал Господь, мой народ. Ну вот, народ просит себе царя. А что же им говорит Господь Самуилу, чтобы передал тот народу своему? И сами вы будете ему рабами, царю то есть. И постинайте тогда от царя вашего, которого избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами, и вести войны наши. И так предостережения, которые через Самуила Господь посылает народу, не действуют. И Самуил таки народ находит, по указанию Бога, находит человека, которого может помазать в царя. Ну, это происходило так, помазая елеем от пророка давало благословение избранному человеку становиться царем. Потому он назван помазанником. Выбирается некий видный, молодой, такой очень высокий и крепкий молодой человек Саул. Он, как один из них, один из людей, которые готовы подчиниться царю, сам подчиняется своим страстям. И своеволен, и непослушен ни пророку Самуилу, ни Богу. Тут можно вспомнить слова пророка Осии, который говорит, «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома, и серебра своего, и золота своего, сделали для себя идолов, оттуда гибель». И дело в том, что подчиниться царю, человеку, предпочесть его, истинному царю, Богу, это все равно, что поклоняться идолам, сделанным руками человеческими. И вот что случается. При нападении филистимлян, Саул должен был дождаться благословения от пророка. Обстоятельства так сложились, что Саул мог выступить и в атаку. Однако и сделал это, не дожидаясь благословения пророка. Самуил же говорит ему, когда узнал об этом, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». В тот раз обошлось, но и в другой раз Саул ослушался, присвоив хорошее участие с того, что досталось ему в победе над амаликитянами. Вот тут Самуил, послушный голосу Божьему, велел, как когда-то и при Иисусе на вине должны были израильтяне, истребить все, что израильтяне отбили у амаликитян, уничтожить и самих всех амаликитян от мала до велика. Саул этого не сделал, оправдывался перед Самуилом тем, что как бы лучший из стад не истребил, а готов был употребить для жертвоприношения Богу, для всесожжения. Тем самым, как бы он должен был сэкономить свой скот и вот этот вот трофей принести в жертву Богу. А Самуил его упрекает. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и поминовение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство и противление, тоже, что идолопоклонство». Смотрите, непокорность – такой же грех, как и волшебство и противление, тоже, что идолопоклонство. Человек склонен к волшебству, как сказать, был склонен и Саул, который, как вы, наверное, знаете, у волшебницы Эндори пытался, вызывая дух пророка Самуила, узнать свою судьбу в битве. Так вот, непокорность, отступление от воли Божьей, это значит оставить себя на попечении себе самому, это значит поклоняться какому-то духу лжи, который нашептал человеку эту непокорность, предать Бога в конечном счете. Возвращаемся все время к той истории, которая погубила человечество изначально. Ева, Адам послушали Сатану, просто послушали, обратили внимание, приняли к сведению, так сказать, да еще и понравилось то, что тот предлагал. Точно так и все демоны, которые через идолов и всяческих волшебников и магов действовали среди языческих народов, в конечном счете делали эти народы жертвами самого Сатаны. Самуил отверг попытки Саула вернуть себе право быть царем над Израилем и сказал Саулу, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Ну, видно по замыслу Божьему, надо было Израилю пережить такой период своей жизни, когда они выпрашивали себе царя, что было уже грешно, было отступничеством, предательством. Не тебя, говорит, Господь Самуилу они предали, а меня предали. Вот, получили этого царя и бедствовали. А уж если должен быть над Израилем царь, то тот, который будет совершенно послушен Богу, и тот, которым будет руководствоваться первой и главнейшей заповедью, возлюбит Господа всем сердцем, и мужество которого будет обеспечено не его силой, не его, так сказать, самоуправством, а мужество этого царя, данного Израилю по милости Божьей, будет обеспечено верой этого человека и преданностью его. И этим человеком будет Давид. О помазании на царство Давида говорится в 16 главе книги, первой книги царств, и там сказано так, «И сказал Господь Самуилу, да коли будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой Елеем и пойди, я пошлю тебя к Иссею Вифлеем Ленину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Вот интересно, что Господь снисходит к тем возможностям, которые только и способен народ и его так сказать осуществить. То есть не может народ без царя, ладно, но тогда царь, которого я вам поставлю, будет вами по-настоящему руководить. Так над Израилем становится царем Давид, он же и царь, и пророк. Ну, о нем, конечно, позднее. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео. Внеси свой вклад, и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись, и подпишись,